Друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и давайте сегодня поговорим вот на какую тему. Всё чаще и чаще обращаются женщины, мужчины с тем, что у мужчины плохие сперматозоиды. С чем же это связано? Почему на сегодняшний день такое огромное количество проблем связано как раз-таки с нарушением сперматогенеза? И почему в молодом возрасте мы видим серьёзнейшие изменения спермограммы у мужчин? И, соответственно, мужчины ведь многие живут с этой проблемой огромное количество времени, даже не зная абсолютно про то, что уже в организме происходят такие серьёзные проблемы. Сегодня будем разбираться, что же с этим делать и какие факторы так негативно влияют на твои сперматозоиды. Конечно же, мы оцениваем совокупность, вообще объём спермограммы, консистенцию, соответственно, количество жизнеспособных сперматозоидов, количество различных патологических форм, то есть именно морфологию. Поэтому для того, чтобы узнать, насколько у тебя хорошие сперматозоиды, ты можешь сдать расширенную спермограмму, смарт-тестом, для того, чтобы была полная яркая картина всего происходящего в твоей репродуктивной системе. И тогда мы точно, прошу прощения, мы точно узнаем все те показатели, на которые мы можем повлиять и в целом, что происходит в твоих органах малого таза, в твоей репродуктивной системе. Вот действительно обращаются мужчины, точнее там женщины, что не могут забеременеть, и мы начинаем обследовать мужчин, и только после этого уже находим те или иные изменения, те или иные осложнения, связанные с нарушением сперматогенеза. Поэтому давайте будем сегодня разбираться. Соответственно, если ты не знаешь, все ли у тебя хорошо со сперматозоидами или нет, как я уже сказала, сдай анализ на спермограмму. Очень-очень важно правильное воздержание, это от 3 до 5 дней, от любых семи извержений, от любых, я еще расскажу. То есть этот анализ должен быть именно вот такой максимально полный, максимально понятный, максимально правильно выполнен. Как только ты видишь, что произошло какое-то семи извержение, то есть был маленький промежуток воздержания, анализ может показывать абсолютно другие значения. Поэтому лучше бы его еще раз пересдать. Ну что, давайте сегодня разбираться в этой действительно очень серьезной проблеме. Во-первых, изменение сперматозоидов может быть связано с уже начавшимся воспалением в предстательной железе. Воспаление может идти, ты можешь вообще ничего про него не знать, потому что явных симптомов может и не быть. То есть таких ярких каких-то там, яркой температуры, яркой болезненности, ярких выделений. Но симптомы могут быть. И часто мужчины пьют те же там антибиотики, те же НПВС, которые назначены абсолютно неверно. Да, они убирают какие-то основные симптомы, но проблема от этого не решается. То есть именно проблема связана с простатитом. Да, то есть простатит, соответственно, и происходит нарушение сперматогенеза. Дальше, друзья мои. А простатит у нас есть воспалительный, когда есть какая-то инфекция, чаще всего передающаяся половым путем. И застойный, когда происходит застой в органах малого таза. И здесь мы видим, конечно же, очень серьезные изменения в целом. Так вот, соответственно, с этой проблемой нужно разбираться. Дальше, витамино-минеральные дисбалансы, происходящие в организме. Дисбаланс цинка напрямую влияет на сперматогенез. Соответственно, в том числе на тестостерон. Если у вас плохая, низкая выработка тестостерона, не следует ожидать, что у тебя будет хороший сперматогенез. Если у тебя простатит, не стоит ожидать, что у тебя будет хороший сперматогенез. Если у тебя застойные явления в органах малого таза, не стоит ожидать, что у тебя будет хороший сперматогенез. Поэтому, конечно же, все работает в совокупности. То есть, это и правильное питание, правильный режим сна, отдыха, правильный отказ от вредных привычек, двигательная активность, ну и, конечно же, правильно подобранный витаминно-минеральный комплекс. Комплекс мужская мощь разработан мной специально для мужчин, влияет на ваши либидо, влияет на сперматогенез, то есть, с помощью цинка, селена, витамина С, йохимбина и экстракта корня джиншеня, мы влияем на хорошее созревание сперматозоидов. Мы влияем на синтез сперматозоидов, чтобы они были хорошие, жизнеспособные, правильной формы. Это очень важно, когда мы говорим про сперматозоиды в целом. Этот комплекс можно заказать прямо сейчас, ссылка в описании под этим видео. Он уникальный, ничего подобного на сегодняшний день нет абсолютно на рынке, разработан мной. Это не какой-то комплекс, который где-то там был, и мы его переделали. Нет, это абсолютно выверенная формула, не содержит никаких ароматизаторов, красителей, тяжелых металлов. То есть, абсолютно натуральный состав. Я вам крайне рекомендую, пока есть наличие, одна банка, банки хватает на курс. Курс длится 2-3 месяца, рекомендованный, для потрясающих результатов. Соответственно, улучшение потенции либидо мы видим с первых дней. И сперматогенез, безусловно, процесс достаточно длительный, поэтому здесь именно нужно курсовое лечение, курсовая терапия. Но мы уже видим потрясающие результаты в ближайшее время. Поэтому успевай заказать. Обязательно все работает в комплексе. Обязательно внедряй в свою жизнь физическую активность. Внедряй в свою жизнь правильное питание, отказ от вредных привычек. И ты уже в ближайшее время почувствуешь потрясающие результаты. Я жду твои вопросы, твои комментарии под этим видео. Если это видео было для тебя полезным, ставь лайки, подписывайся на мой канал. И мы с тобой обязательно встретимся и обсудим все самые интересные темы в мире здоровья и медицины. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok